всем привет меня зовут илья я работаю в новой газете так уж вышло в силу разных причин здесь это было мероприятие заявлено как открытая лекция но к сожалению я не умею читать лекции и не люблю и не считаю честно говоря себя достойным читать лекции не горяже о том что мне вообще кажется журналистская лекция достаточно странным мероприятием вот поэтому я намекнул организаторам что читать лекцию не готов вот но при этом отказываться считаю неприличным более того сегодня я буду очень вялый потому что в силу того что я борюсь собственным собственными окей комплексами радикальным методом и сегодня уже был на радио и на телевидении и поэтому как бы для сапата и интроверта это очень сложно вот в том числе и публичное выступление вот поэтому я не готов как-то вас чему-то учить пусть там добившиеся большего журналисты и считающиеся возможным обучать молодых коллег ремеслу этим занимаются но особенно мне кажется она могила чужой стороне вот мой коллега бывший по медузе илья жигулев вообще является так называемым менеджером на факультете это очень сложно но тем не менее вот он собрал команду супер журналистов которые преподают молодым журналистам мне даже не предлагал потому что знает о моих взглядах на эту тему вот но в общем я надеюсь что когда-нибудь приедет кто нибудь кто расскажет о профессии мне просто кажется честно это излишним потому что вообще профессия наша очень простая и учить научить писать невозможно научить задавать вопросы тоже как взять интервью по моему это элементарно да надо составить список вопросов и хороших и задать их и все и получается интервью с текстом то же самое надо приехать куда-то задать вопросы правильным спикером и потом сделать на основе этого текст учить то невозможно ну то есть точнее не так на мой взгляд даже на журфаке можно не учиться просто в любой редакции куда вам повезет устроиться а например в россии не знаю как здесь не учеба на журфаке это минус при приеме на работу когда я работал угодите ру давным-давно редактором был ром баданин который сейчас главред дождя который уже это учиться зачем-то в стэнфорд он прямо говорил что мы как бы ну это минус то есть мы предпочитаем брать людей которые не учиться в журфаке точно так же в ленте ру на самом деле изначально там нету не брали людей с опытом работы но меня взяли но не знаю кстати даже почему но почему-то меня взяли в принципе там все росли наверх из брали людей как то без опыта работы чтобы на самом деле таких людей просто проще заставить писать и работать так как надо редакции писать по тому формату который принят в редакции вот написать новости по формату лентеру было очень сложно поэтому но об этом могу рассказать отдельно если кому интересно едва не уволили поскольку новости очень очень трудно особенно после опыта работы не в новостях вот поэтому собственно в любой редакции куда повезет устроиться журналисту его всему научат и мне кажется практика здесь куда лучше чем теория вот еще хотел маленькое замечание сделать что очень хорошо меня посадили прямо около слова холокост вот собственно ну наверное все я надеюсь что я отвечу на все вопросы надеюсь что вопросы есть у меня к себе нет вопросов но надеюсь что у вас есть если попробуем если не получится то пойдем есть остатки фуршета есть сейчас какой-то вопрос я может быть начну я не могу это рассказать извиняюсь как пришла к тебе эта тема с чеченскими беженцами на обрезком вокзале во всяком случае никто не ушел на этом моменте значит в принципе все я имею ввиду посток я что завел что лекции не будет значит люди не против правильно тема чеченцев на обрезком вокзале пришла ко мне ну во первых это на тот момент когда я ее делал это была не новость что называется не news как любят сейчас говорить журналисты в этом не было news потому что эта история реально стала известна широко в летом прошлого года когда чеченцы которые начали скапливаться на вокзале брестском устроили там то что вы митинг на какое-то собрание где начали жаловаться на свою жизнь сколько я помню и туда поехал дождь биби си возьмут дождь точно был возможно еще это сми приезжали я уж не говорю про белорусские сми которые освещали вполне себе нормально это событие но проблема была в том что на тот момент чеченцы всего того с какой режимом они сталкиваются на родине совершенно не готовы разговаривать о том что происходит чечне о том почему они оттуда уехали поэтому репортажи эти были скорее описывали происходящее но монологов людей вообще какой-то информации от людей практически не было вот силу того что я уже объяснил вот так декабрю когда я туда съездил на меня вышел мой коллега местный фотограф который максим сарчев наверно вы его знаете которому как мне сказали подсказали организаторы я должен был должен отдать половину премии сам я до этого естественно догадался но это правильно я все публично об этом заявлю что естественно я постараюсь это сделать потому что он во многом выступил как как минимум как продюсер этой заметки но как фотограф уж точно как известно половина как минимум половина успеха заметки это фотографии хотя это не тот случай просто по той причине что почти все отказались фотографироваться но мне кажется макс и она классно все сделал вот и он собственно как бы предложил эту тему медузе мне и объяснил что там появились правозащитники из human constant которые сейчас не знаю продолжают работать по моему но тогда был самый горячий момент когда они начали работу и собственно вошли в контакт с чеченцами которые живут на вокзале долгое время не только и с их помощью удалось поговорить именно с людьми о меня в первую очередь рисовало то что и что их заставило уехать из чечни то есть не белорусская тематика скорее чеченская российская поэтому честно говоря удивился что медали эту премию даже разговаривал с жюри что мне кажется вот что это не совсем правильно потому что заметка скорее рассказа россия нежели чем о беларуси вот цель этого конкурса мне кажется все таки привлечь внимание к белоруссии да а не к россии вот но тем не менее спасибо большое и вот что-то получилось мне кажется получилось плохо и намного хуже чем могло бы но уж как получилось вот и в принципе если вообще эта тема кому-то интересна то благодаря правозащитникам просто удалось разрешить проблему нет доп они начали делать нужные документы по которым всех чеченцев начали пропускать постепенно до этого просто там вся эта проблема возникла из-за того что скопила поляки сменилась власть в польше они перестали пускать чеченцев ну как беженцев просто их разворачивали обратно и поэтому скопилось большое количество бресте чеченцев и вот скрюма константа сделала и начала делать им как-то нужные документы по которым их их стали все-таки при нем ну а возможно просто проблема вышла на такой уровень что в польше немножко поняли что нужно пускать какую часть вот поэтому вот спустя после этой заметки выхода ее но это не связано более-менее проблема решилась в том смысле что нет такого огромного скопления людей там и насколько я понимаю больше люди там не живут на вокзале как они жили что многие чеченцы снимают квартиры комнаты пока остаются деньги вот а теперь поскольку процесс уезда приходит быстрее то в общем все более-менее успокаиваю устаканилось хотя масштабы количества чеченцев которые бегут из россии вообще достаточно конечно удивительные но это уже наш вопрос российский естественно по этому поводу особой дискуссии не сложилось в нашем обществе но в вашем я так понимаю тоже эта проблема особенно не освещается проблема чеченских беженцев или ну да да а что бы ты поменял если бы была такая возможность ты говоришь что не всем доволен и что менял в смысле в тексте в бресте в тексте чечне да власть чечне но это на самом деле не приведет непредсказуемым последствиям также не такой же мне кажется не на самом деле непростой вопрос как и смена власти в сирии в ираке что ну в россии в россии смены власти хуже не станет в чечне может я имею ввиду именно конкретно может начаться как это заваруха понятно что там сейчас ужасно это худший режим из возможно кроме северной кореи существующих там на планете земля но очень аккуратно с этими вещами обращаться изменил заметки но мне кажется не очень интересно честно говоря обсуждать но про заметка сделано как монологи и в этой ситуации это возможно лучшее решение но я хотел вообще ограничить только монологами что сделать вступительную часть и она мне кажется довольно странно работает вместе с монологами описывающая ситуацию белоруссия чем-то говорят на чечне мне кажется это немножечко неловко вышло но жюри виднее я правильно понимаю что герои согласились рассказывать свои истории благодаря вот этому контакту через human constant или добытался ну да я это пытался сказать я просто наверно плохо выражаюсь да но это в принципе так часто работает потому что грубо говоря люди в такой ситуации жизненной они не готовы общаться с непонятно с каким человеком журналист не журналист кто это вообще люди как правозащитники в данном случае правозащитники да и вообще которые им помогают конкретно там с ними работают и так или иначе завязываются отношения конечно если он нам говорит что это нормальный человек можно с ним поговорить то так и работает когда-то надежда савченко написал тебе письмо на нескольких листах про то почему она не хочет давать тебе интервью может быть расскажешь почему так много героев не знаю а может быть их наоборот немного кто не хочет вступать в контакты и рассказывать свои истории так еще раз извини бы меня отвлекли просто надежда савченко как-то написала письмо из тюрьмы а там почему не считает нужным давать тебе интервью и вообще общаться такое довольно принадлежительное письмо часто ли случается что тебя отказывают в интервью и и по каким причинам слушайте ну это сплошь и рядом происходит вообще мне кажется если здесь есть журналисты то они с этим сталкиваются неоднократно мне кажется это обычная боль в профессии и одно из самых сложных и не очень понятно как как с этим бороться потому что заметку ты можешь написать сегодня плохую завтра хорошую если не дают интервью то с этим ничего не сделаешь с одежда савченко это была отдельная история там я сам на самом деле виноват во многом потому что написал ну понятное дело что речь шла интервью письменным которые передавали адвокаты в тюрьму и я просто забыл передал список вопросов и на самом деле забыл вообще не подумал не забыл а не подумал как-то сопроводить это какой-то каким-то объяснением кто я вообще зачем этого что это за бумажка что это за вопросы вообще от кого и я так понимаю что этим была вызвана и негативная реакция во многом вот что нас нашла проявлением какого-то снобизма и пренебрежение старшим брат старшими братьями младшими украинскими братьями вот и поэтому так так и вышло вот а в принципе вот недавно я ездил в украину как раз писал большой материал про савченко и как бы мы встретились поговорили вот и даже она не по моему вообще забыла про это письмо я поэтому большого внимания никогда его не уделял просто она так разошлось широко вот а так в принципе это нормальный ответ женщина на которые находятся в тяжелых жизненных условиях каком-то неизвестному непонятному типу который прислал ей вопрос и кинули в лицо в этом смысле и и и понимаю и вообще и симпатизирую и до сих пор да а если говорить о том кто не дает интервью но это сплошь и рядом бывает например мне не дает уже три года интервью алексей навальный и я как бы уже перестал поэтому буду переживать вот потому что ну не дает и не дает а изначально ну в начале это было немножко расстраивало я помню когда была компания мэрская компания когда он баллотировался в мэры у нас на ленте ру тогда вышло интервью с со всеми кандидатами кроме навального и собянина причем собянина вышла после после выборов интервью вот единственный кто отказался вообще это был навальный потому что он отказался разговаривать со мной а тогда у нас была такая сплоченная команда что они сказали руководство сказал если не ты то никто вот и в итоге интервью не было и было очень смешно когда окончательно они отказались на следующий день вышло интервью навального на рэп.ру и который начиналось фразы типа йоу чуваки там ну было смешно именно в контексте того что это было вышло на следующий день поскольку нам отказали вот так то в принципе это достаточно логично расширение аудитории нет я правду говорю но как рассказывал лёня волков это действительно их медиа стратегия была давать интервью они точно давали интервью рэп.ру и какому-то еще очень странному сайту я сейчас забыл конобу точно да про 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 игры но это на самом деле правильно это та аудитория которая не знает кто это кто это такой или слышала а тут она почитала и может быть прониклась точно так же как недавно у нас на sports.ru выходила серия интервью с лидерами яблока явлинским там с гудковым и саш лозбергом на спортивном сайте и ничего вот хотя я их очень ругал за это но но это было в отличие от конобу с навальным это была реклама они этого не скрывали тем не менее это в общем мне кажется правильный ход для политиков вот ну и навальный до сих пор мы с ним стали общаться просто мы там сильно поссорились вот но интервью надо отказываться давать причем глупым абсолютно объяснением он объясняет что вот слушай как бы у тебя во всех интервью вот это вот б и мы остается и как бы твои вот эти респонденты выглядят идиотами и это хорошо когда единорос идиоты а вот когда я вот такой буду я не хочу ну я на самом деле думаю что это не серьезно он говорит просто он не хочет не хочет просто давать интервью человеку который наверное не 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 будет там когда обходить какие-то острые углы а поскольку это не видео интервью то он просто мне кажется опасается того что выйдет на выходе поэтому в принципе к нему я тоже претензий не имею как к Савченко я вообще дружелюбный сегодня скажите а можно ли немножко вернуться к белорусской теме вы когда делали Марина Воробей меня зовут мы познакомились я помню это было пять минут назад поэтому я помню вы говорили когда писали вот как раз таки пять минут назад вы сказали что когда писали о чеченцах в Бресте вы сделали еще какую-то тему в Минске а можно ли узнать какую тему в Минске сделал или Арзар и еще вы сказали что белорусские темы не продаются в Россию их не кликают а может быть вы подробнее порассуждаете просто почему как вы думаете опять послушал вторую часть давай отвечу на первую а потом второй вопрос повторишь первый вопрос совершенно ответ на него будет неинтересен потому что это был интервью с Еленой Анисим не боюсь этого слова собственно просто ну это был разговор о белорусском языке поскольку она является замглавой общества белорусского языка и об оппозиции как бы первые два человека которые связаны с оппозицией скажем так пошли в парламент ну в общем мне кажется был нормальный разговор но наверное действительно не очень интересный российскому читателю широкому поэтому просто руководство сказало что мы вот это опубликовать не будем несмотря на то что я уже все сделал и я нахожусь в штате поэтому им это было бы бесплатно ну в смысле опубликовал и все в чем проблема но они сказали что это прямо совсем не интересно вот поэтому я публиковал этот материал на сайте евро радио а поскольку это произошло уже после того как я не уволился из медузы вот то я написал в фейсбуке ну просто забавно мне кажется написал в фейсбуке пост что вот интервью я нашел работу на евро радио вот класс буду здесь работать и я до сих пор сталкиваюсь с тем что люди ну ну как бы все кто видел этот пост ну мне кажется 95 процентов поверили в это я понимаю что людям просто ну они просто как фейсбук листают прочитали и не задумываясь просто у них отложилось это но когда коллеги ко мне подходили и говорили ну а чего ты же устроился уже что ты такой грустный вот я говорю куда он говорит ну на евро радио ты же писал я говорю ну это правда было очень грустно как бы коллеги которые должны по идее понимать как там устроен рынок было бы евро радио отличная сми но было бы странно согласитесь если бы я перешел работать в евро радио и что бы я там делал вот и это было смешно но это мне уже понятно просто была смешная похожая история когда я ездил на кубу в современное путешествие и я оставил фейсбук на работе в медузе открытом не разлогинился вот и мой коллега Илья Жигулев которого я уже второй раз упоминаю надо будет попросить денег у него написал туда пост типа ну вот я на кубе тоска тут все невкусный ром надоело хочется домой как бы все плохо ну как бы в моем стиле в каком-то смысле написал но вот а поскольку на кубе нет интернета ну то есть там не знаю кто был там по картам интернет и его можно только использовать в отеле или на площадях в общем короче в интернет ты заходишь реально там в лучшем случае вечером когда нечем заняться и то лучше пойти ромпить вот и поэтому я увидел этот пост спустя день сутки и он успел разлететься все его посмотрели вот и потом мне как бы еще последующие полгода все говорили ну вот дома на кубу ну тебе там не понравилось же да вот ты писал как бы ужасно просто поскольку это было современное путешествие то очень напряглись родители жены вот ну то есть действительно напряглись они спрашивали писали а что такое то у вас вообще как бы как у вас отпуск проходит вот ну это так я решил у меня вас повеселить я потом отомстил кстати я дождался когда он забыл разлагиниться и написал пост что Илья Жигулев точнее от него от его имени написал что ну подошла к концу это прекрасная сказка под названием медуза я ухожу спасибо галя специально написал спасибо галя ваня и илюш и любимый илюшенька чтобы намекнуть что ну про себя и что вряд ли бы он так бы написал но никто тоже это не понял вот и ухожу к Ходорховскому типа недаром я ездил недавно в Лондон не просто так вот и все и точку поставил но к сожалению поскольку он был не на Кубе через пять через три минуты ему позвонил начальник и через пять минут просто он удалил вот все это сыграло злую шутку как вы знаете поскольку из медузы ушел не Илья Жигулев а я но все это так небольшое отвлечение пожалуйста да второй вопрос был почему белорусские темы не интересны в России как вы думаете почему на них не кликает ну во первых вы же мне сами сказали что вам кажется что интересно нет нет я хочу ваше мнение узнать это же зависит от того как предложить тему вот сегодня я например впервые в жизни узнал что такое питчинг я никогда этим не занимался я знаю что это но я никогда в жизни не занимался потому что я работаю в штате там уже последние 11 лет и я просто подхожу к редактору и говорю вот там такой вот как это сказать по лично там такой вот как это в школе говорят пипец или капец и надо ехать типа или там вот есть такая темка вот это и есть питчинг ну это очень короткий питчинг вопросов отдельных ответных не поступает поэтому ты просто едешь или наоборот вообще просто тебе говорят вот поезжай туда и все и в принципе и так мы понимаем он понимает что там надо делать я понимаю что там надо делать и все вот поэтому вот я впервые вот там кстати ну ладно лучше не говорить там такой странный питч вот но правый питч это мой вот а какой питч ваш интересно тоже какую тему это дурацкая тема ну там вот можно почитать там просто она подпадает под несколько уголовных статей поэтому мне лучше не рассказывать но она дурацкая так в качестве шутки вот ну судя по опыту белорусские темы в России ну они не заходят то есть я могу ориентироваться на опыт медузы там ну белорусские темы не кликают ну это должно быть что-то ну особенно что касается политики естественно если это какая-то тема как ваша например она наверное ну она сто пудов зашла бы и в медузе просто это общечеловеческая история просто она произошла в Белоруссии то есть это нормально она произошла бы в Киргизии или там в Таджикистане она скорее всего ну кстати меньше конечно потому что в Таджикистане мне кажется и не такое происходит вот она зашла поэтому бы нормально а вот какие-то политические или околополитические темы которыми я занимаюсь в большей степени они конечно их никто не читает то есть там когда я приезжал на выборы президента там интервью с Краткевичем с Тадкевичем вообще не ну как бы более-менее интервью которое я думал что все прочитают с каким-то таким странным казаком я уже забыл как его зовут да да вот он вроде так как бы наговорил мемасиков и мне казалось что это могут прочитать но это вообще там крикнуло 10 тысяч что довольно провально вот поэтому просто когда после этого что-то предлагаешь тебе говорят ну слушай как бы никому это не надо давай что-нибудь другое придумай и все вот а вообще темы вы выбираете самую а почему кстати это происходит ну просто потому что мне как сегодня где-то уже об этом говорил да но не помню где не важно просто это нормально когда стране интересно людям стране интересно то что происходит в их стране это вообще правильно и так должно быть и к сожалению в нашей стране навязывается с госпропагандой как раз таки проблема Украины когда обсуждается круглосуточно всех ток-шоу обсуждается внутренние проблемы Украины либо внешняя политика в Сирии и Америка либо внутренние проблемы Украины а внутренние проблемы России практически не обсуждаются кроме там Дианы Шурыгиной и как там и что с ней произошло вот поэтому это хорошо мне кажется нормально что политика Беларуси и как это общественные политические проблемы темы Беларуси и России не заходят это нормально но когда происходит там 25 марта или там 10 19 декабря по-моему 10 года ну это все любят когда жесть какая-то там ОМОН бьет людей это классно а еще если кого-то посадят это все интересно но тоже как бы ограничено но а насколько вы вольны в выборе тем вот делаете прямо все что хотите или редко вас режут или нет ну резать-то меня надо бы побольше честно говоря у меня как-то развился какой-то как это называется лагарея или как это называется ну в общем не держание букв ну режут в Медузе как бы резали много возникали конфликты вот в новую газету пока не режут и думаю что это продлится еще недолго потому что последний материал я сдал на 92 тысячи знаков это просто мне кажется ну я понимаю что это очень многое но когда ты их уже как бы сделал то нету сил самому это сокращать ты понимаешь что надо бы наверное сделать ну как бы 50 хотя бы а вообще-то по-хорошему 30 но это же сокращать надо 60 тысяч поэтому это просто нереально вот поэтому лучше дать это редактору и пусть он сам разбирается вот поэтому а темы ну как в любой редакции мне кажется предлагаешь тему говорят нет не очень даются тему ты едешь ну ничего особенного Илья меня зовут Артем я белорусский журналист вопрос у меня такой мы знакомые по-моему ну да в фейсбуке за френжины вопрос уже немало это да вопрос такой в каких из российских СМИ вы бы могли и не могли бы работать по принципиальным моральным профессиональным соображениям то есть вначале список тех которых точно бы не могли он наверное длиннее чем тех которых могли бы по принципиальным идеологическим да да ну профессиональным даже я бы скорее сказал тут ну по профессиональным есть широкий список СМИ мне кажется действительно проще сказать где бы можно было бы работать нет это вопрос о том какие СМИ приличные остались в России но мне кажется вы сами их знаете новая газета Медуза ну Дождь ну это просто другая да это телеканал ну СНОП ну Репаблик нет кто спрашивает потому что главвета русского репортера открыто поддерживает ДНР что я считаю неприемлемо ну может быть он это маскирует под как бы боль за жителей Донбасса но мне кажется что в данном случае он вполне себе ну он сам из Донецка ну и вообще русский репортер входит в холдинг эксперта и до эксперт который уж совсем не назовешь профессиональным и выдержанным с независимым СМИ если почитать журнал эксперт то это совсем печально вот при этом в русском репорте выходят неплохие статьи например в последнем выходил фоторепортаж потому что Донбасс очень хороший я там кстати работал чуть-чуть но меня не взяли не прошел испытательный срок вот Эхо Москвы да но это как бы радио поэтому я как раз и на Эхо Москвы работал в качестве пишущего корреспондента на сайте Эхо Москвы что было очень странно потому что это была специальная должность сделанная для меня а там нету вообще ну нет людей которые работают с текстом там на сайте сидит есть главный редактор но это громкое название потому что формально есть там главный редактор и несколько девочек которые просто выставляют на сайт блоги из других мест а он соответственно при редких случаях когда кто-то пишет специально для Эхо он это получает благодарит и тоже ставит нет никакой редактуры корректуры вообще нет вот поэтому и нету фоторедактора вообще никого поэтому я работал там несколько месяцев из Донбасса как раз в самом начале конфликта я сам фотки делал брал свои фотки из инстаграма расставлял их по материалу и соответственно его никто не резал можно было там писать матерные слова мне кажется вот так через абзац и никто бы это не проверял вот но как радио да вполне пристойное место вот но я мог кого-то забыть на самом деле ну медиазона например еще такие дела да но вы сами все знаете бумага хорошая СМИ но она просто региональная немножко она выпадает из фокуса но когда нужно делать что-то что выходит на федеральный формат да это хорошие СМИ ну вот в таком случае можно и и фонтанку назвать и и знаком наверное и СИБФМ возможно это из Новосибирска там из казанских СМИ и так далее но это просто даемся уже в детали вот но если говорить конкретно про меня если кому-то интересно то я то например для себя чтобы опубликовать 90 тысяч знаков выбор небольшой как бы там в ведомостях или в репаблике наверно столько не опубликуют вот у меня такой короткий вопрос Илья может вам известно какой процент читателей которые кликают на ваш материал дочитывают до конца их небольшой Илья ты очень много говоришь про стандарты и что в журналистике мы даже могли бы извини могли провести небольшой эксперимент но я просто не боюсь результата поэтому не будем извини пожалуйста продолжать ты говоришь всегда о том что журналист должен быть над ситуацией должен выдерживать баланс мнений точно не под вопрос такой есть ли истории к которым у тебя личная связь и есть ли у тебя такие истории которые там преследуют тебя всю жизнь ну которые ты хотел бы забыть но не можешь либо ну с которыми просто так не расстаться это о работе вопрос или да ну есть ли какие-то истории или тексты или то что ты писал твои репортажи которые тебя не отпускают до сих пор и какая-то эмоциональная привязка к этому то есть где очень сложно выдержать баланс условно нет ну подожди если этот репортаж уже обликован то в нем уже выдержан баланс потому что во всех моих репортажах баланс выдержан просто два разных вопроса получается историю которую преследуют нет ну мне кажется это вообще как когда у тебя как что-то на душе да тебя беспокоит надо с кем-нибудь поделиться выговориться и после этого то есть на самом деле проблема отходит на второй план а потом и забывается быстро вот поэтому написал и забыл но это мне кажется выходит ну журналист наверное должен по крайней мере пытаться наверное тоже зависит от конечно от эмоционального уровня каждого человека стараться отделиться максимально от истории от того что он видит о чем пишет и уж точно об этом не вспоминать потому что тогда там многое что может вспоминаться и кровавые мальчики там будут стоять в глазах перманентно поэтому надо максимально дистанцироваться и не думать не вспоминать об этом но многие так в силу внутренних каких-то строений не делают но и они ничем не хуже да они пропускают через себя и часто они немножечко уходят из ну как бы получается стык журналистики в каком-то смысле правозащиты да когда ты начинаешь помогать своим героям и так далее и так далее и это мне кажется немножко уже непрофессионально но не каждый человек да может себе в этом отказать кто-то считает что это так и надо делать как бы ты же тоже человек ну это очень долгий разговор там хрестоматийный пример да но иначе из другой сферы но схожей с фотографом да которая была была присутствовала при сцене когда мужчина там стрелял угрожал девочке из пистолета из автомата и по-моему в итоге девочка погибла потому что фотограф как бы по-моему женщина была по-моему она получила премию за это за фотографию но здесь на фотографии по-моему я могу путать что-то по-моему на фотографии как бы мужчина афганский угрожает оружием ребенку и в итоге ребенок погибает а потом эта женщина по-моему сама тоже то ли повесилась в общем покончила самоубийством потому что не смогла ну отлично таких историй три ну короче в целом понятна моя мысль окей но я не был в такой ситуации слушай в похожей ситуации как бы если бы я столкнулся с ситуацией когда мне надо делать выбор журналисты или человек то мы могли бы это обсудить но я в такой ситуации не оказывался Добрый вечер меня зовут Наталья я тоже журналист из Минска тоже как кто ну как как Артем мы в одной редакции работаем вот меня интересует такой чисто технический момент может быть вы поделитесь своим личным опытом когда вы делаете интервью или берете какие-то комментарии показываете ли вы перед публикацией эти интервью если собеседник просит и что по этому поводу говорит редакционная политика в Медузе и в Новой газете ну тут мне кажется нет какой-то конкретной редакционной политики в каком-то СМИ насколько мне известно речь идет о законодательстве во всяком случае я могу говорить о российском законодательстве которое не предполагает не обязывает журналисты согласовывать материал согласовывать статы либо интервью но при этом обязывает его согласовывать это если спикер попросит потому что он является соавтором интервью и как бы видимо текста тоже именно прямых цитат я имею в виду в тексте поэтому если человек вам говорит покажите согласуйте вы ему обязаны показать его цитаты ну то есть вы можете показать ему все что угодно это ваше личное право но вот по закону вы должны показать прямые цитаты которые вы оставляете и в случае интервью и тоже в случае интервью все что там есть это прямая цитата его человека поэтому получается показать интервью целиком вот и поэтому раньше можно было пользоваться какими-то уловками типа поговорили срочно убежали человек не успел спохватиться потом не берешь трубку да условно и как бы поэтому он тебе лично не говорит что надо бы согласовать и как бы все хорошо но сейчас в последнее время все стали очень прошарены и в России не знаю как у вас согласование это не обычно обязательно условия интервью просто люди сразу говорят мы согласовываем тогда пожалуйста дам интервью не покажете после перед публикацией то интервью не будет вот соответственно в этой ситуации в случае вашего нежелания просто не будет интервью поэтому если хочется интервью приходится идти на эти условия ну это очень сложный разговор долгий это каждая такая ситуация она решается индивидуально потому что спикер может попросить вас удалить что-то важное если если вы это не удалите то он а может теоретически подать в суд но чего на моей практике не бывало и не припомню вот именно случаев когда подавали в суд именно за это это во-первых во-вторых он скорее всего если не подаст в суд то пригодит вам прекращение всяких отношений с вами с вашим СМИ поэтому большинство редакций не готовы на это идти в силу того что там особенно если это чиновник или какая-то важная там важная фигура то проще удалить какой-то кусок нежели чем заканчивать вообще отношения с этим политиком во-вторых иногда бывает когда люди хотят удалить я всегда рассказываю пример когда я брал интервью у Говорухина который был тогда это режиссер да который был тогда главой штаба избирательного Владимира Путина я брал у него интервью и потом отправил на согласование естественно и он еще это делает не пользуется во всех существах не пользовался компьютером и мне прислали скан страниц распечатанного нашего интервью которому просто ручкой вырезал то что ему не понравилось и он вырезал все упоминания Путина которые сделал хотя он очень ничего страшного там не сказал там по-моему речь шла про участие Путина в дебатах Путин от них оказался я спрашивал правильно ли сделал ваш так сказать клиент да не знаю там в случае Говорухина это была очень формальная должность как вы понимаете представительская абсолютно абсолютно вот и он сказал типа ну я кто я такой чтобы советовать самому Владимиру Владимировичу но мол будь я на его месте я бы в дебатах поучаствовал вот потом естественно удалил это вырезал это вот но при этом он наговорил кучу всякого интересных и неприятных и мерзких фраз про оппозицию там про конкурентов про либералов которые очевидно в данном контексте мне оказались лично мне оказались важнее я считаю что можно пожертвовать это незначительные фразы про Путина и оставить там значительно более интересные и в данном случае как бы расшариваемые впоследствии фразы это важнее да поэтому на такой размен как бы я был готов пойти иногда это просто превращается в очень долгую дискуссию давайте вот вы оставите мы хотим удалить пять пусков ты говоришь я не хочу давайте удалим вот эти два эти три мы оставим нет давайте мы вот лучше удалим четыре этот один оставим ну то есть начинается какая-то торговля в которой каждый пытается перетянуть на свою сторону чисто вообще отказаться от согласования как я говорю это очень в нынешних условиях очень сложно насколько я знаю нью-йорк таймс принимал такое как сказать правило что они больше не согласовывали интервью я где-то читал об этом недавно но нью-йорк таймс это нью-йорк таймс я так понимаю что в их положении наверное легче этим делать то что вряд ли кто-то на этом основании откажется от интервью нью-йорк таймс думаю что согласится да на их условия в наших реалиях это практически невозможно если мы заявим что мы не согласовываем интервью то ну просто никто не будет давать интервью и все меня зовут полина шумицкая я журналист онлайнера я журналист онлайнера я скажите а почему вы ушли из медузы неожиданный вопрос не ожидал что придется говорить об этом ну вообще в принципе я все написал в фейсбуке и более того ряд СМИ даже сделали из этого новости поэтому и прошло уже почти полгода поэтому как бы разлаговольствовать на эту тему мне не хочется особенно в такой общей форме да вот но в целом мне кажется что я работал в этой команде уже проработал в этой команде семь семь лет с одиннадцатого года да в лентеру еще потом в медузе но это фактически одни люди особенно в плане руководства поэтому в конце концов время двигаться дальше и возможно моя неготовность расстаться с друзьями медузы и они помогли да разрубив этот надоевший обеим сторонам отношения сделали поступили по-мужски грубо говоря разрубив его мы разошлись и как море кораблей и все хорошо вот а ушел потому что не сошелся с человеком с редактором который пришел в прошлом году редактор спецкоров который очень хороший редактор но у нас не сошлись взгляды как на редактуру как на тематику текстов так и на на то как должны быть построены отношения внутри коллектива он считает что они должны быть очень формализованы а я считаю что они должны быть неформализованы вот и все претензий у меня нет как бы ему некомфортно было со мной работать и все спасибо здесь еще вопрос добрый вечер меня зовут вадим я тоже просто поставим многоточие тоже бородатый тоже бородатый нашли наверное один из немногих журналистов чьи репортажи подписываются прямо в прямо в хедлайне именем как это произошло кто я или вы вы ну на самом деле в медузе в медузе подписывались все спецкоры а сейчас начали подписываться и не только спецкоры в новой тоже самое как это произошло если помнить впервые и судя по глазам это был сложный вопрос это хорошо и собственно это произошло впервые и как это начало происходить дальше просто по системе все привыкли к этому или что-то надо было особенное делать ну надо как-то отшутиться наверное но не могу сейчас быстро сообразить что сказать такого но на самом деле если это правда интересно то просто в медузе это начало происходить с самого начала потому что был разработан совершенно другой в отличие от ленты.ру макет сайтов который это было изначально как бы заложено там вообще изменилось например в ленте.ру и как в большинстве сми насколько я понимаю существует запрет и до сих пор существует запрет на использование знаков репинания в заголовках и использование какой-либо ну обязательно даже быть фразы там кто-то что-то сделал и там где-то что-то произошло и соответственно медузе от этого в частности уже давно отошли поэтому было совершенно другой не макет я наверное говорился а другой как это называется да концепция того как выглядит текст вот поэтому туда была включена такая вот схема что будет вписаться фамилии спецкоров поскольку это как бы важный для позиционирования и продвижения медузы контент именно сделанный спецкорами а в новой тоже мне кажется там и Костиченко подписывают но потом а я нашел как шутиться у меня просто короткое имя и фамилия по четыре знака в каждой и если например написать репортаж Елены Костиченко то это же очень длинно тогда надо придумать короткий заголовок иначе это будет вот так вот долго а у меня все коротко поэтому легко вставить нет тексты не короткие фамилия и имя всего восемь знаков а тексты да компенсация да это правда Илья у меня вопрос про личную безопасность буквально на днях организация по борьбе с коррупцией организованной преступностью опубликовали свое расследование журналистское касательно убийства Павла Шеремета с вами случалось вы чувствовали какой-то контроль лишний над собой и используете ли вы какие-то не знаю механизмы криптографии безопасности криптографии то есть криптуете ли вы допустим информацию которую пересылаете когда общаетесь с героями или в каких-то других ситуациях того что произошел с Павлом Шереметом со мной пока не случалось слава богу просто отвечая на формат вопроса ну это происходит часто с журналистами и в России не только с журналистами вот например я когда ездил в последний раз в Киев общался с Илья Пономаревым просто так совпало что я прилетел в Киев тот же день когда убили Вороненкова депутата Госдумы беглого вот и Илья Пономарев и вот его тоже депутат бывшие Госдумы которые тоже живут в Киеве они общались и я его спрашиваю мол ну вот в какой-то момент когда я там был ему приставили государственную охрану СБУ там все было на высшем уровне но до этого он просто тоже перемещался я говорю ну ты как-то сам планируешь какие-то принятия меры предосторожности ты же все-таки вот под угрозой но в принципе раньше было понятно ну да я например перестал чекиниться в заведениях когда я там нахожусь а чекиниться только когда уже ухожу ну и так серьезно это говорить вот а я кстати тоже так стал делать но еще раньше даже да ну может быть мы одновременно дошли до этой гениальной мысли вот ну это в целом ответ да ну нет никаких специальных мер предосторожности я не мне кажется это довольно глупо как бы собственно как все это обсуждалось активно эта тема обсуждалась во всяком случае я ее достаточно активно обсуждал именно в случае Вороненко потому что я просто темой занимался вот и ну понятно что даже один два охранника тебя в принципе даже пять охранников не спасут потому что там если это какой-то ну грубо говоря шахид в смысле как там человек который готов убить и сам погибнуть при этом то тебя не спасет никакое количество охранников если только ты не путин там и тебя не пересаживают из одной бронированной машины в другую да то есть это все бесполезно поэтому если такой как бы будет заказ ну ну как бы судьба такая то есть что с этим сделать непонятно можно не висать на какие-то такие темы ну я честно говоря я практически не пишу вот а те кто пишут про чеченцев ну это ну как бы про чеченцев написала новая Лена Милашина которая занимается новой газете чеченской темой вот она написала значительно более мощную историю про геев в Чечне и их преследование и как бы вот она как бы столкнулась с большим количеством угроз и там и редакцию приходили какие-то странные конверты с порошком и там она насколько я понимаю сейчас во всяком случае куда-то выехала точно честно говоря не знаю но насколько я понимаю она как-то не живет сейчас там где она живет обычно и не ходит в редакцию для безопасности да ну как бы она смелая женщина ну и как и все в новой газете и в общем как и многие журналисты ну опять же вот что ей делать просто здесь конкретная угроза но я не думаю что она на всю жизнь переедет какое-то другое место да ну рано или поздно наверное она вернется к обычной жизни а что делать вот как раз таки в новой газете крутой отдел расследований который я так понимаю возглавляет Роман Анин у меня такой вопрос хотели бы вы ну тоже поучаствовать в расследованиях возможно порыть еще панамский архив вообще расследование это вам для вас я же вам ответил на этот вопрос там до начала я пошутил на самом деле ну ладно ну нет мне честно сказать я уважаю людей которые занимаются расследованиями в частности коллеги по новой газете там очень сильная команда правда Роман Анин лауреат многочисленных премий я про с ним практически не знаком к сожалению но очевидно что он крутой парень о том что он крутой парень говорит то что насколько я помню помимо расследований он ездил на евро и даже получил там в плане в процессе подготовки репортажа получил какую-то травму когда занимался английскими фанатами вот ну это говорит о разносторонности интереса человека это всегда хорошо вот есть еще Роман Шлининов на уровне Романа Анина просто в отличие от Романа Анина он не входит в командовой оси CRP который занимался Panama channels поэтому сейчас Анин на слуху вот но мне во-первых мне не предлагали а во-вторых мне кажется это честно говоря скучновато ну то есть мне лично рыться в бумажках или в архивах просто ну в силу характера не очень интересно это во-первых во-вторых возможно если бы не было людей которые этим занимаются наверное там я может быть этим не занялся но есть и Анин и Шлинов и много кого еще поэтому я могу этим не заниматься и Ваня Голунов в Медузе который раньше в РБК был вот ну во-вторых немножко мне кажется в нашей стране в наших странах заниматься расследованием немножко грустно потому что это ни к чему не приводит ну то есть как бы мне кажется если ты делаешь это в Европе или в Америке то результатом расследования журналистского начинается расследование правоохранительных органов а в нашей стране этого не происходит поэтому довольно получается грустное и местами бессмысленное занятие но все равно достойное другое дело что как бы от репортажей тоже естественно никаких правоохранительных органов ничем не начинает заниматься если только не тобой как у нас в последнее время модно вот это все вот поэтому ну это важно но просто это не мое я вообще поскольку старею я уже как-то ближе к пенсии вот двигаюсь я уже думаю вот об этом скорее но если честно как бы это достаточно личный вопрос там я не то чтобы доволен собой и своей работой и своей работой поэтому нахожусь в постоянной рефлексе на этот счет и поэтому не могу сказать что будет дальше меня зовут Саша журнал city dog by в начале разговора вы сказали о том что вы интроверт и мне стало вдруг интересно мешает ли вам это в журналистской работе особенно в разговорах с теми людьми например как беженцы которые которые совсем не готовы к разговору и есть ли у вас какие-то приемы которые вам помогают мешает конечно в работе то есть мне достаточно трудно позвонить по телефону какому-то спикеру достаточно долго собираюсь с духом потому что вообще не люблю звонить людям которые там ну не ждут его звонка которые как бы надо уговаривать дать интервью еще что-то поэтому очень это всегда откладываю долго на полдня на день вот поэтому естественно возникают такие проблемы вот и как с этим бороться не знаю ну то есть перебарывать себя ну как ну не знаю иногда получается получаются какие-то заметки но в принципе это да большая проблема ну как я уже говорил в самом начале вот вот вхожу на на теле на там какие-то радио телеэфиры хотя после последнего эфира на канале Навального есть такая передача кактус которую я был 35 гостем и так основная как основные комментарии там что это самый самый скучный гость из 35 которые были как бы провальный эфир это ужасно ну там на самом деле ругает кто-то ведущего кто-то меня кто-то обоих вот но в целом это было не очень во-первых потому что я забыл в середине на самом деле что у меня записывает камера как например я сейчас забыл вот а там поэтому я сидел сначала я там начал почесываться начал там вот так что откидываться вот закатывал глаза видимо все время как там написано в комментариях а я как бы просто не думал об этом ну возникают паузы я там что-то своим занимаюсь надо было видимо как бы сидеть смотреть в экран вот и поэтому вот и журналистикой тоже занимаюсь стараюсь себя перебарывать спасибо еще один вопрос от Владимира быстро подошла очередь вопрос человеку который в таких я вижу в разных отношениях с Навальным и его командой как можете оценить те расследования которые делает ФБК как с точки зрения их собственно контента так и с точки зрения подачи и если все не так уж плохо почему именно вот до такого формата на мой взгляд вполне красивого почему до него вдруг в России дошли в общем-то не профессионалы не медиа а а а а а а во-первых я не специалист расследования как 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 мы только что поняли а но видео последнее видео про медведева очень клевое но это как бы понятно но просто я очень не люблю смотреть видео репортажи и вообще видео поэтому но этот конкретно это расследование до конца целый час и было интересно и оно очень грамотно сделано но насколько я понимаю делалось довольно долго поэтому вот именно в плане там графики каких-то картиночек да там все сделано идеально но за счет долгой работы в принципе расследование в газете там в новой газете и в медузе условно тоже делается довольно долго и теоретически можно было наверное сделать то же самое я на самом деле думаю что на счет новой газеты я не уверен потому что она все-таки немножко работает как бы старая школа медуза я думаю к этому возможно придет потому что они экспериментируют с видео и наверное я думаю они попробуют как-то совместить нас расследование головного с видео все-таки там есть видео дел три человека работают и это будет интересно почему так получилось что навальные непрофессионалы опережают в этом смысле медиа ну просто потому что медиа достаточно косные не только в России и Белоруссии как бы они видимо не все об этом думают а у Навального все-таки в первую очередь мотивы политические команды и они делают максимум выжимают максимум из того что они делают потому что они ищут сторонников и идут к власти наверное поэтому ну и вообще они довольно талантливые чуваки что говорить да и сам Навальный как там ему не относись добрый день меня зовут Андрей вопрос такой разрабатывались ли вами или вашими редакциями темы интервью с Лукашенко вот и вторая часть вопроса если бы такое интервью состоялось в какое русло вы постарались повести этот диалог и в частности каким был бы первый вопрос ну во-первых интервью Лукашенко мне кажется брала Ксюша Собчак в свое время и сегодня мне еще говорят что Дарьянкова у него брала интервью я правда этого не помню то есть это видимо более-менее реально Ксюша Собчак правда была какая-то странная история по-моему она как-то написала что она хочет его взять и на нее чуть ли не они сами из администрации президента Беларуси вышли типа хотите давайте по-моему как так было но я могу как вот я напутал что-то с фотографом так и здесь могу напутать конечно вот и ну честно говоря я не прорабатывал такие вопросы этого интервью потому что вообще как бы очень устал от жанра интервью и стараюсь минимизировать этот жанр интервью с действующими чиновниками обычно неинтересно получается с чиновниками низшего ранга потому что они не вольны как бы в своих оценках и высказываниях это конечно не касается там президентов но тем не менее я не думаю что можно рассчитывать на какой-то искренний разговор что там с Путиным что с Лукашенко не думаю что это беседа будет сильно отличаться от пресс-конференции которую дает и тот и другой то есть от всех каких-то уточняющих вопросов он будет уходить как например Путин уходил семь раз его спрашивали на одной пресс-конференции про закон Димы Яковлева об установлении детей сирот запретен установление сирот американцами и как бы семь раз его спрашивали он там по-разному как-то от вопроса уходил поэтому личное интервью было бы примерно такое же ты его спрашивал он уходит от ответа ты еще раз спрашиваешь и толку от этого мало вот ну а с президентом Белоруссии я думаю было бы примерно так же но думаю было бы намного веселее мне кажется он склонен к какой-то такой юмору такому да простому такому как кстати и Путин вот но я честно не не прилагал к этому никаких усилий а вы думаете это надо ну да вот вы смеетесь у меня был однажды я был в Крыму и говорил об интервью с губератором Севастополя Сергея Миняйла на тот момент с губернатором Севастополя вот и ну довольно редкая ситуация когда губернатор в принципе соглашается на интервью я предполагал что как и любой чиновник такого ранга ну у него наверное мало времени как минимум скорее всего мало времени а если и не мало времени то он сделает вид что мало времени поэтому я рассчитывал минут на 40 или там максимум на час я пришел в администрацию Севастополя сел значит он пришел мы зашли в кабинет вот я открыл рот и тут а он меня опередил и начал говорить и он начинает говорить и говорит и говорит и говорит и говорит и говорит и как бы я все время пытаюсь а он нет продолжает говорить и его не остановишь и как прошло 40 минут ну может быть 30 и я понимаю что как бы интервью уже просто ну это провал потому что у нас если исходить с того что всего час то полчаса он говорит вообще какие-то отвлеченные вещи там какие-то философские псевдофилософские рассуждения вот и я чувствую что интервью скорее всего провалится вот мне удалось его перебить мы начали разговаривать и разговаривали и разговаривали и короче мы разговаривали пять с половиной часов я как бы после трех часов я просто всем самим видом удавал понять что мне надо идти я так там покачивался и так вот привставал как то так ну понятно но он действительно почему-то непонятно то ли не знаю если никто не разговаривает но ну то есть сложно представить что он воспалил какой-то особым интересом к разговору со мной потому что ну я поскольку это же интервью а не беседа я поэтому особо ничего не говорил просто задавал вопросы поэтому не уверен что им было интересно именно со мной разговаривать ему видимо нужно было выговориться или что-то такое вот и в итоге бедные люди как администрации когда я заходил кабинет там сидели там эта чиновники 2-3 чиновника когда я выходил они все еще сидели то есть насколько я понимаю accidental чиновническую логику они все пять с половиной часов там и сидели мистер потому что если уйдешь как же тогда начальник выйдет и ты не успел к нему зайти и как бы он снова поэтому они сидели и ждали когда он выйдет пять с половиной часов сидели мне было больше всего их жалко вот собственно его потом сняли но это к вопросу о том Потому что когда я заказал расшифровку, она пришла там, по-моему, на 200 тысяч знаков или больше. Ну, 180 точно было, может, больше даже. Вот это… Ну, я сократил, но сокращать это очень тяжело было. Вот. Какой был вопрос? Или никакого не было? Он уже… Вы на него уже ответили, мне кажется. Здесь еще два, Илья. Добрый день. Меня зовут Снежана. Интересует ваше мнение вообще о редакторских правках. Вы говорили о том, что не всегда совпадает это мнение с тем, что предлагает редактор. Может быть, о каких-то принципиальных вещах можете сказать, вот с которыми вы не согласитесь ни за что, чтобы за редакция замечательная не была. Или наоборот, в чем вам просто уступить, где никакого сложности не составляет. Спасибо. Ну, это тоже вопрос… Ну, это зависит от конкретной статьи, ситуации, редакции. В редакции, в которых я работал, там редко возникало… У меня никогда не возникало ощущение, что там правка делается из каких-то самоцензурных соображений или лицензурных. Это меня… Ну, я бы с этим не согласился. И, наверное, один раз это можно было бы пережить. Но там в случае повторения ситуации, наверное, пришлось бы из такой редакции уйти. Я имею в виду там какие-то политические правки неупоминания какого-то человека или там неупоминания какого-то негативного о человеке, о контексте. Или там условно как коммерсанте практически не освещалось «Панамо Пейперс» и не освещалось тот же самый фильм про Медведева, потому что в нем говорится про собственника коммерсанта Усманова. Это моя ограниченность маленькой новостью. И так же было с «Панамо Пейперс», если не ошибаюсь. Во всяком случае, в газете это не выходило. Наверное, это был бы поводом оттуда уйти. Я понимаю, кстати, что с коммерсантом примерно так и происходит. Оттуда постепенно люди уходят. Например, только вчера мой коллега и друг Барабанов Илья устроился в BBC. Я думаю, не в последнюю очередь именно из-за этого. Хотя он, наверное, об этом не будет говорить. Поэтому в случае цензуры, самоцензуры, что в целом примерно одно и то же, если это повторяется, если у вас есть какое-то очевидное понимание, что это есть, то, наверное, работать такого сми не стоит. Но, с другой стороны, тогда можно столкнуться с ситуацией, когда работать просто будет негде. Особенно, возможно, в Беларуси даже в большей степени, чем в России. Поэтому, наверное, если хочется заниматься любимым делом, то, наверное, приходится идти на компромиссы с собой. А что касается правок, я имел в виду в основном правки по заметке. И тут уже вопрос того, доверяете вы своему редактору или нет. Согласно. Это уже рабочий момент, на самом деле. От каких тем, предложенных редакторами, вы отказывались и почему? Ой, ну я очень от многих тем отказывался, но в основном, потому что мне не хотелось просто писать. Ну, просто лень, скучно. Да, ну во многом поэтому я не работаю сейчас в Медузе. Ну, собственно, да. Ну, в ответ на это я предлагал какие-то другие темы. Ну, то есть это не то, чтобы я просто говорил нет и все. Но иногда, мне кажется, тема просто не стоит того, чтобы ее писать. Она скучная, неинтересная. И она не взлетит. И ты это понимаешь, а редактора нет. Поэтому в зависимости от твоей позиции редакции ты можешь отказаться. Но мне кажется, это как в компьютерной игре. У тебя какое-то количество жизней. Пять, шесть, семь, три. Ты можешь отказаться от трех заметок, а потом все. Ну и так далее. Здравствуйте, Илья. Меня зовут Елена. И вопрос о профессиональном выгорании и об усталости к профессии. Случалось ли с вами такое? И если вдруг да или что-то похожее, то как вы с этим боретесь и как освежаете свое вдохновение? Спасибо. Ну вот, не знаю, я вот вам скажу сейчас здесь выгоревшим эмоциональным или нет? Нет. Не уставшим, не грустным? Нет? Ну, нет. Ну, усталость, мне кажется, она неминуемо присутствует. Если ты работаешь много лет, усталость накапливается. Но в целом обычно это решается просто интересной темой. И даже если ты не хочешь ехать, то ты себя заставишь поехать куда-то. И в процессе собирания материала и особенно написания потом заметки, то интерес возвращается и к профессии, и к самому процессу журналистской работы. Как-то так. Ну, то есть, я не знаю, какие-то могут быть советы. Поехать в отпуск? Но мне не помогает обычно. Я приезжаю из отпуска, обычно еще меньше хочу работать, чем до отпуска. Поэтому я все непонятно, когда говорят, ты же был в отпуске, почему ты ленишься? Ну, как бы как раз поэтому, да? Поэтому какие-то даже другие способы. Мне кажется, как это не глупо звучит, работать больше, что-то зацепит, вернется интерес. А у вас выгорание? Ну, ладно. Здравствуйте, Илья. Меня тоже зовут Лена. И у вас тоже выгорание. Да. У меня такой вопрос, учитывая вашу любовь к большому объему, не думали ли вы написать книжку, например, по примеру Витальда Шабловского или там даже Светланы Алексеевич? Если да, то на какую тему было бы вам интересно написать книжку? Если нет, то почему? Ну, книжку-то я хочу написать с детства, скорее, значительно до того, как стал журналистом. Вот, но с возрастом я понял, что книжки я написать не смогу. Я имею в виду художественную. Поэтому в последнее время я, конечно, задумываюсь. Ну, то есть я даже не сам задумываюсь. Таких, как вы, умных довольно много, я вам скажу. И после каждого текста на 70-80 тысяч мне, конечно, говорят, что вообще-то там коллеги, которые выпускали книжку, они говорят, что моя книжка там была всего, не знаю, там на 40 тысяч больше знаков. Там моя кандидатская работа была меньше, там такого плана. Я не знаю, сколько кандидатская, но мне кажется, примерно такого объема. Ну, неважно. В любом случае, это как бы постоянная тема для шуток. Поэтому, ну, это, наверное, можно было бы сделать. Но, с другой стороны, сложно представить, какой-то выйдет книжка, если как бы текст про короткий этап в жизни Надежды Савченко, меньше года занял 90 тысяч знаков, то сколько же займет книжка на какую-нибудь более широкую тему. Вот. Сразу будет трехтомник, и я поэтому, честно говоря, боюсь этого. Ну, и, конечно, мне кажется, очень сложно найти тему. Мне кажется, журналистские книги получаются в основном на основе... Ну, то есть по-хорошему надо просто сразу... Можно было бы написать книгу, например, о Майдане, ну, не сейчас, а раньше. Если с самого начала как бы понять, что это тема для книжки, вести какие-то дневниковые заметки, записи и готовиться к этому. А когда стало ясно, что Майдан — это как бы тема значительная, уже было поздно. Готовить материал, писать книжку. Ну, вот Илья Барабанов поставил проще, он аппликовал свои Facebook-записи в виде книги, назвал это «Украинский дневник». Ну, мне кажется, это странно, потому что другой жанр. Я даже отказывался от издания книжки по сборнике статей, потому что, мне кажется, статьи написаны для другого формата. Это СМИ, они написаны для онлайн-издания. Это нельзя автоматически делать из этого книги, потому что это не рассказы, и не эссе. Это почему-то он должен работать. Поэтому я отказывался. Если говорить именно о книжке, то, мне кажется, было бы очень интересно стать книжкой о Чечне, глубокую, проведя там несколько месяцев, потому что там очень много интересных тем, даже не касаясь не только Кадыров как таковой, или геи, но там и исламизации, и роли, как женщины там живут, и кровная месть, и фонд Кадырова, и все-все-все. И в целом это было, мне кажется, очень интересное документальное исследование, но, к сожалению, это невозможно. Я же не говорю, что это сопряжено с риском для жизни, но просто это не получится сделать, потому что работать просто не дадут. Поэтому вот. А так пока еще такой темы, очевидно, мне кажется, еще интересной, пока я не придумал. Скажите, есть еще вопросы в зале? Да. Сейчас, секунду. Илья, пока передаю микрофон, у меня к вам простые вопросы. Вы читаете какие-то? Следите за иностранными репортерами. Вы читаете лонгриды, репортажи на иностранных языках или нет? На белорусском нет. Но, честно говоря, скорее нет, чем да. Я просто небольшой фанат. Ну, кстати, да. Особенно на английском это просто сложнее читать. Во-вторых, я просто не очень люблю американскую, английскую журналистику в плане чтения именно. То есть они там все профессионалы и прочее, но вот именно тексты мне в большинстве не очень нравятся, кажется, скучноватыми. Вот. Так что целенаправленно не читаю. Если там по тематике конкретно мне интересующий данный момент, могу прочитать, да, иногда. Илья, у меня вопрос, не представляясь, мы уже знакомились. Скажи, пожалуйста, а кто для тебя идеальный твой главный редактор и почему? Один вопрос. И второй вопрос. А как ищешь свои темы? Как каков процесс? Главный редактор кто именно? Зачем тебе ну, это вопрос не о главном редакторе, скорее, а непосредственно редакторе, который работает со мной и с текстами. То есть это, скорее всего, там, редактор отдела. Ну, с одной стороны, редактор постоянно бесит, и вообще хотелось бы, чтобы их не было. но, с другой стороны, без них, конечно, трудно. И, например, на том же эхе Москвы я работал, у меня не было редактора, то есть формально я мог писать практически любую тему и как угодно, о чем я уже говорил, вот, на какой-то момент ты ощущаешь себя в вакууме, и это все-таки мне не подошло, хотя Акадий Бабченко, известный вам, наверное, сказал, что он просто мечтал бы о такой работе, которая может публиковаться. Но он, правда, и так может делать, потому что эхо Москвы перепечатывает его фейсбук-посты, поэтому формально он, в принципе, тоже там работает, как и я работал. Но, тем не менее, вот он мечтал, сказал, что мечтает так работать, чтобы никто ему ничего не говорил, как и что делать, а он бы сам писал, публиковался. Вот, но как раз именно, мне кажется, необходима помощь редакторов в выборе темы, собственно, переходя ко второму вопросу, потому что в редакции все-таки в штатной, в предштатной работе это взаимный процесс, ты предлагаешь темы, и тебе предлагают темы, поэтому без редактора это тяжело, потому что самому придумать тему все-таки не получается непостоянно, поэтому хорошо, когда есть еще какой-то человек, который над этим думает, думает о тебе в этом контексте и помогает. А найти тему достаточно, я вот тут как раз для этого конкурса предложил пять тем, ну, собственно, я ее придумал на ходу, они не очень интересные, но в принципе ну, что-то из них можно было бы сделать, а какие-то глубоко оригинальные темы довольно, честно говоря, сложно придумать, и каждый такой текст, конечно, становится сразу же очень известным, но не про свои говорю вообще, мне кажется, оригинальных идей очень мало, обычно освещается либо непосредственно на основной повод, либо какое-то развитие, неожиданное развитие идей, но, например, вот есть такая журналистка Полина Еременко в Москве, она работает, она работала в «Осквари» сейчас с «Нобе», вот, мне кажется, у нее, либо у ее редактора Егора Мастовщикова, вот, есть это чуйка, да, они, например, сделали репортаж про судьбу трупа, когда стало известно, что бомж, проскочила новость, что бомж умер внутри надписи «Москва» на Рыбацкой площади, и, ну, как бы все прочитали, посмеялись, да, я прочитал, посмеялся, ну, и как бы забыл об этом, ну, точнее, извиняюсь, не посмеялся, я что-то заговорился уже, погрустил, ну, и забыл об этом, а они подумали, это же тема, да, для текста, и они поехали, она проследила путь этого безымянного, я даже не помню, по-моему, даже безымянного, по-моему, в итоге этого тела, как он там попадает в морг, что происходит с трупом, а, не безымянного, наверное, а за которым нет родственника, поэтому некому прийти, забрать его и похоронить, что-то, сколько он лежит в морге, что с ним происходит потом, на каком кладбище специально его хоронят, вот, ну, это такая грустная тема, но довольно интересная, и как бы неожиданного инфоповода, да, выход на эту тему, вот, это круто, когда такое придумывает либо редактор, либо корреспондент, и когда, опять же, она сделала материал про те, кто в Иркутске, была новость про то, что, ну, это вы знаете, от боярышника умерло там 70 человек, и, в принципе, я так понимаю, никто как бы не озаботился проблемой, что это за люди, или во всяком случае, никто не, я не видел таких текстов, они вот поехали, тоже Полина, и написала как бы текст про конкретно этих людей, которые погибли, я, правда, текст не читал, но сама идея правильная, да, и как бы нам это не пришло в голову, хотя это вообще очень, на самом деле, логично. Вот, ну, вот, я на примере других объяснил, что, ну, это талант тоже своеобразный, найти тему, на самом деле. Вот вы делали материалы с родины Шойгу или Шойгу, извините, я не знаю, правильное дарение, сколько вам времени нужно, чтобы подготовиться к такого типа материалу, сколько времени, чтобы собрать фактуру и потом написать? А почему именно на примере этого материала? Ну, если брать классический материал, там, точно 50-60, ну, знаков, ну, как бы, а, да, хорошо, ну, да, ну, в общем, ну, не 5 дней на сбор материала, потом 2-3 дня на прослушивание диктофонных интервью, которые вы взяли, выписыванием оттуда цитат, которые вам понадобятся, и потом на составление текста еще 2-3 дня, ну, может быть, 4. Ну, если все в целом, если от момента вылета в командировку, ну, наверное, это скорее 13, это скорее 2 недели, получается. Здесь еще есть вопрос. Здрасте, Илья, еще раз. У меня вопрос. Волья Давыдова. Есть ли такое понятие у журналиста как профдеформация, и как вы считаете, у вас она есть, и вообще, в принципе, в журналистике, как она выражается? Спасибо. Ну, а профдеформация, это в смысле, что вы имеете в виду? Ну, вот, как вы видите, профдеформацию, журналистики, есть ли она вообще в принципе, потому что, ну, есть мнение, что она действительно существует, и как вы это видите? Ну, это то, что мы обсуждали в контексте, как бы, неэмоциональности, или наоборот, слушайте, я честно, не знаю. Ну, то есть, если вы конкретно спросите, какой вид профдеформации вас интересует, я могу ответить. вот смотрите, вопрос возник за счет того, что вы сказали, вот мы там увидели новость, посмеялись. Ну, реально это правда, по большому счету. Бывают новости, которые не смешные. Ну, я-то реально оговорился, на самом деле. Вот у меня редакция Медузы мне записала прощальное видео, когда мы расстались, они записали каждое прощальное видео, в котором мне сказали несколько приятных слов. И вот один из руководителей оговорился и сказал, типа там, в этот прекрасный день или что-то такое. Ну, то есть, он сам поправился, я же сейчас забыл точно, ну, была вот такая же похожая ошибка, вот поэтому это просто случается. Но вот вопрос, все-таки, если вы видите там кровь, кишки, грубо говоря, будете плакать или все-таки нужно делать свою работу. Это же как бы мы же мужики, это вроде бы. Это профпригодность все-таки. Мы же мужики вроде. Как бы должны, не мы с вами, а я и другие корреспонденты мужского пола. Поэтому при виде кишок падать в обморок как-то странно. Вот. Ну, опять же, то, что вы хотите меня спросить, это скорее, мне кажется, достоинство. Ну, как бы плюс для журналиста, если он не реагирует на такие штуки и на эмоции. я уже говорил про это. Вот это, там, журналист должен быть циничным, что с этим не сделать. Это просто лучше для него, как для профессионала. там он, как обычно все говорят, что журналисты это неприятные, мерзкие люди, но они делают свою работу. Ну, вот такая работа, что-то поделать. Ну, в этом смысле, я, например, ненавижу, если говорить, кстати, да, есть такой вид журналистской работы, когда там падает самолет или происходит теракт, тебя отправляют к месту событий и ты должен, и ты, ну, как бы, отправляешься к месту событий и говорят работай. То есть они даже не уточняют, что, но мы все понимаем, что в этой ситуации невозможно ничего делать от того, что информацию как бы на месте у силовиков добыть невозможно, поэтому можно разговаривать только со свидетелями произошедшего, а в случае теракта это еще возможно, а в случае упавшего самолета, скорее всего, это будет, ну, это предполагается разговор с родственниками погибших или, по крайней мере, с родственников обычно изолируют, то есть скорее со знакомыми, которые приходят к зданию и положить цветы и еще что-то, и ты должен к ним подходить и говорить, здравствуйте, а вот вы как бы, вы знали кого-то из погибших, и там человек, допустим, плачет или не плачет, это как бы, это ужасная работа, и я помню, что один раз я даже, меня заставили к вопросу о том, о чем я отказываюсь, я всегда отказываюсь от таких тем, и когда мне не удалось отказаться от темы, когда упал самолет с ярославским локомотивом в Ярославле, я очень долго отказывался, но в итоге пришлось поехать, но я поехал на вокзал с утра и не взял с собой паспорт, думая, что туда идет электричка, а на самом деле, возможно, убеждая себя, что на самом деле нет, но паспорт я не возьму, потому что, может быть, все-таки электричка, в итоге выяснилось, что туда идет поезд, экспресс, и там нужен паспорт для покупки билета, и поэтому я позвонил, сказал, ну, я забыл паспорт, и я не могу попасть туда вовремя, и я не поехал. Это непрофессионально, но на самом деле я просто его забыл, поэтому это просто недоработка, и поэтому это мне тяжело, но мне кажется, сколько я знаю, это вообще всем тяжело, поэтому это не вопрос того, что там деформация или не деформация, это просто действительно мерзкая работенка выпытывать у родственников о том, кто являетесь, что они чувствуют. Я считаю, что это не нужно, но, к сожалению, я уж не говорю о live news, но даже в нормальных СМИ как бы приходится это делать, чтобы как-то рассказать о произошедшем, потому что иначе непонятно, что, собственно, в заметке может быть. Пара вопросов. Первый, по разным амплуа, журналистским, стилистическим, можно даже сказать, не хотели бы вы попробовать себя во-первых, в других жанрах. Вы вначале сказали, что вам сложно писать новости. Почему? Пробовали ли писать колонки? Хотели ли вы попробовать стать редактором когда-нибудь сами? Это первая группа вопросов. И вторая, могу сейчас или могу после? Ну, лучше потом. Все, нет. Новости. Я просто работал как бы нормальная карьера журналиста. Это когда ты после, ну, начинаешь с новостника, либо после журфака, либо даже без этого как-то устраиваешься на новостную ленту, пишешь новости. А потом продвигаешься в отдел, какой-то в отдел, в который ты хочешь работать. Политики, общества, спорта, неважно. Я просто сразу в силу того, в общем, долго рассказывать, про себя не люблю разговаривать. В силу обстоятельств попал сразу в отдел политики в Гадет.ру в шестом году и сразу писал заметки. То есть этап новостей я избежал и поэтому когда с Гадет.ру мне пришлось расстаться, назовем это так, я просто пошел попробовать в Лент.ру именно писать новости, потому что мне хотелось посмотреть, как это происходит, потому что ну, как раз вот попробовать другой жанр. Поскольку Лент.ру тогда была несомненным лидером в этом отношении. Вот, я попробовал устроился на работу, хотя мне при поступлении Галя сказала, что you are overqualified и зачем тебе это надо. Вот, я сказал, ну, интересно попробовать. Меня взяли и через три месяца я уже собирался увольняться, потому что это адская работа. ну, может она для кому-то не покажется адской, но мне почему-то это ужасно бесило. Что именно бесило? Ну, писать новости. Ну, по восемь, по десять новостей в день, как бы выискивать. Я отвечал за блог бывшего СССР, сходить по разнообразным сайтам, выискивать новости, решать, какая из них достойна новости, новость в ленте рула, какая нет. Потом пересказывать, как бы, ну, на самом по большому счету, то, что надо пересказывать, уже известно, написано на другом сайте, фактически нужно пересказывать своими словами на свой сайт, ну, и добавлять оттуда, если есть еще информацию с других сайтов. Но фактически просто заниматься рерайтингом, чем и занимаются все новостные отделы в СМИ, ну, не считая агентств. Поэтому это крайне раздражало. Несмотря на то, что там у нас была внутренняя стратегия, в какой-то момент я там вышел на первые места по количеству новостей. Ну, я так для себя просто нашел какую-то возможность этим заниматься, чтобы стать первым по количеству. Но мне не удалось, я был только вторым, но потом выяснилось, что, ну, это вообще все не важно. Но, в общем, в итоге постфактум выяснилось, что все не просто считали, что я ужасно пишу новости, просто думали, что со мной делать, потому что это просто невозможно терпеть, это худшие новости на сайте, и полный провал, и поэтому, когда я, соответственно, с той же точки зрения собирался уже увольняться, меня позвали в кабинет, и вместо того, чтобы уволить, сказали, что мы создаем отдел спецкоров, и вот ты и будешь спецкором, потому что очень плохо пишут новости, и лучше уж там занимайся тем, что ты умеешь делать, нежели чему-то позорище будет продолжаться. Вот. Это что касается новостей. Ну и там, например, если конкретно интересно, то просто для меня было большим шоком, что, оказывается, ну там был период, когда я писал про Тимошенко, многое, когда на день шел суд, и каждый день выходил по 2-3 новости про это дело. И, соответственно, каждая новость это будет бэк, бэкграунд, который, в общем-то, один и тот же, то, что кто такая Юлия Тимошенко, за что ее судят, и что было вчера. Ну вот важен именно кусок про кто такая Юлия Тимошенко и за что ее судят. И поскольку Юлия Тимошенко была премьером Украины и судит ее за обстоятельства подписания газоконтрактов с Россией. Эту фразу я просто копировал, честно говоря, из одной новости в другую, ну потому что это бэк, это неважно, на мой взгляд, было потом. Ко мне пришли и сказали, нельзя ничего копировать из одной новости в другую, даже если это бэкграунд, надо переписывать каждый раз, то есть писать вместо Юлия Тимошенко премьера Украины, надо писать глава Кабмина в следующей новости, потом там что-то менять, там какие-то глаголы другие придумывать. Вот это крайне меня весело. Вот так. Колонки я тоже пробовал писать в ленте.ру, мне не понравилось, потому что я, как собственно не читаю лекции, так считаю, что колонки тоже это не мое писать, у меня нет какого-то ни желания, ни достаточного количества оригинальных мыслей, как вы можете заметить по этому разговору. Вот, поэтому писать колонки, мне кажется, я просто не готов умственно. Вот. Что еще было? Редактором, ну, редактор это же тот человек, который будет читать мои лонгриды. Я, честно говоря, не хотел бы, чтобы у меня когда-нибудь оказался такой человек, мне пришлось бы читать его тексты. Вот, поэтому редакторская карьера, во всяком случае, пока мне не исполнилось, там, хотя бы 40, я ее не рассматриваю. У меня вопрос еще об отношениях внутри журналистского цеха в России, даже не знаю, журналистского ли, ну, сотрудников СМИ разных, особенно после Крыма, удается ли сохранять дружеские, нормальные отношения с людьми, которые по итогам этого всего оказались на разных баррикадах? Мы не общались и до этого. Были ли случаи, когда общались до, но Крым, но Украина, или, я не знаю, может быть, еще какая-то история, которая поломала цех, и теперь две половины, условно говоря, которые не пересекаются? Да нет, я говорю, это было две половины раньше, то есть была, есть группа государственных СМИ, федеральный канал, российская газета, «Известия» и что там еще, «Лента.ру» теперь, эти люди, они у них, ну, и была группа так называемых либеральных журналистов, которая в свое время там часто ходила, грубо говоря, в Жан-Жак и в Белингу, да, и вот, а корреспонденты первых, во-вторых, пятых, седьмых каналов туда не ходили, и на мероприятиях как бы с ними никто не знакомился, просто не возникало такого желания, они не хотели знакомиться, и все, и это совершенно было, все две различные группы, и они, собственно, после Крыма ничего не изменилось, тем более, что дело же не в том, ну, насколько я понимаю, существенная часть журналистов, которые работают на телеканалах и в госсми, они на самом деле не разделяют эту позицию, там, не только по Крыму, а по многим позициям, но, как они говорят, им тоже надо кормить детей, ну, там, вообще жить как-то, поэтому они там работают, но они, многие не разделяют эти убеждения, многие разделяют, многие нет, вот, поэтому этот конфликт, ну, это нельзя назвать конфликтом, это просто равнодушие двух сторон друг к другу. Спасибо, Илья, и последний вопрос. Добрый день, Юлия Волчок, скажите, если бы у вас была возможность вернуться в Медузу на ваших условиях, вернулись бы вы туда? Нет. Спасибо, самый короткий ответ, но все равно спасибо за развернутые ответы на другие вопросы, мне кажется, получилось довольно интересно. Еще раз, можем, давайте не будем молчать, давайте похлопаем все-таки. Спасибо.